Биография лагерной жизни Я уже просто тупо не доходил на него Вот, я думаю, мы закончим Короче, там видно будет Посмотрим, что да как Что будем делать дальше И так как то, что происходило на тюрьме Меня достаточно быстро очень увезли на лагерь Я толком-то и не помню Потому что ничего интересного не было Я начну, наверное, с такой, с некой преамбулы Я не рассказываю о событиях на свободе Пришествующем в срокам Но здесь расскажу Тем более, по-моему, я уже рассказываю Эту историю, возможно, удалил Возможно, нет, не знаю Вот, короче, я освободился То ли в октябре По-моему, в октябре Сейчас, разворот такой петушиный Я освободился в октябре 2007 года И через Три недели снова сел Я вам рассказывал, как я освобождался Меня встречал там мой друг Блядь, ну, точнее, блядь Такой, ну, хлебник Семейник, блядь Близкий по лагерю Вова Своей женой, как я там нахуевертил Уехал И это послужило его срывом Вот, то есть он снова забухал Хотя там месяца восемь Да только я освободился Он с ней жил Короче, ни грамма в рот, блядь Ни сантиметров в жопу Она, естественно, на меня пиздец обозлилась А он, что, срыв Ему хочется куражить И он приезжает в Москву Здесь мы встречаемся с ним Бухаем вместе В какой-то клуб Короче Ну, тусим, блядь Мы несколько дней прям Тусили у него С его бывшей тёлкой Короче, с его сестрой И сестра, ну, такая наша ровесница была И Это вот было буквально Через Несколько недель После того, как я освободился У него ещё бабушка умерла Он приехал её хоронить Короче, и вот И в загул ушёл Со мной И, короче Я рассказывал, да Мы Были у меня Я, короче, отработал телефон Ну, как это равно Просто, сука, спиздил В наглую, блядь У чувака Я его знаю Вот И Мы все в трон бухали Ну, точнее, как Мы, типа, тусили Бухали они А я, короче, был убитый Вот Под злым Под золдианом И, короче Ну, они напились Этот Вова начал, блядь, хвататься за нож, блядь Типа, я его сейчас зарежу А я рассказывал, да Он ёбнутый в этом плане Он все срока Что сидел Сидел за то, что Кого-то зарезал Кого-то подрезал Он и в зоне за ножи хватался Его за это чуть не въебали Я говорю Братан, ты чё, гонишь, что ли, короче, блядь Спиздил этого Терпил его пацана Телефон, короче И это самое И мы разошлись Эти уже нахуярились Вдрибада Этот третий, у кого я телефон забрал Он вообще в мясо Короче, он ушел там по своим делам Типа, домой Он жил в Ясенево Я так жил в Тёппе Он стоит Я рассказывал Мы идем с этим телефоном Пошли, блядь, к метро Типа его это Впарить Там уже все закрыто Идем обратно И я его верчу в руках Я не пойму, как симку вытащить Вот, что-то крутим И смотрю И проходим там Ну, а время, наверное, часов, блядь Ну, 11-12, да Ну, ночью Вечером, ночью Уже темно, блядь Холодно Это ноябрь И это Как его Уже снег лежит Мы идем И какая-то компания Чека Три-четыре У магазина Стоит молодежь Нам там было Ну, сколько мне там было Двадцать семь Двадцать шесть Двадцать семь Ну, столько же Короче, такие И там молодежь Там буквально лет по двадцать Пиздюки И мы, короче, проходим мимо них И Ну, я так обратил внимание Думаю, блядь Чё это они тут тусуются И, короче, идем дальше И я с этим телефоном ебучим Я его не могу, короче, это Ну Не пойму, как симку вытащить И Ну, короче, из дворов Выходят еще два типа И один из них Разговаривает по телефону С чего я взял, блядь Что у него такой же телефон Какой у меня Вот Хуй его знает Может Ну, вообще не поэтому Я просто, не знаю Хотел до них доебаться Но на самом деле Я ему говорю Слышь Это Блядь Куда мы едем А, все, понял Я говорю Слушай, а какой у тебя телефон Подразумеваясь Он скажет Что такой же, как у меня Я попрошу ему Слушай, скажи Это самое Как симку вытащить А он просто Не оборачиваясь ко мне Говорит Пошел нахуй И пиздец Меня затригерил А я еще под злым, блядь Я говорю А я еще после Ну, я же рассказывал Я еще тренировался, блядь В зоне Ну, такой Подкачанный, блядь Ну, не подкачанный Такой крепкий, блядь Я говорю Слышь, ты че, блядь Он поворачивается Просто спиной идет Они вдвоем идут Он прям так Вот так отмахивается Пошел нахуй Я тебе сказал Я к нему Слышь, иди сюда И мне Вова Стой, стой Тормози Не надо Но он понимает Что это какая-то хуйня Я иду за ним Говорю Стой, ты че, охуел, блядь И эта парочка Вот этот чувак Который телефон разгорает Подходит к тем четверым Или к трем Молодым Которые стояли у магазина Я понимаю Что они вместе Они разворачиваются Сразу на нас Да, шесть человек их было Три на Вову Три на меня Вову сразу сложили Нахуй Я, блядь Пищу с ними, блядь Убиваюсь, блядь Мне звонит мама Внезапно На телефон На мой У меня такой телефон Был какой-то Обычный, блядь Звонит мама Я сбрасываю, блядь Я прям Сбрасываю Короче, блядь Ну, это самое Все это Какой-то кипиш Они меня Я одного свалил Они меня хватают за куртку Я нихуя не вижу И тут я слышу Крик Вова, блядь Вскакивает Начинает орать Вы че Вот так вот На рэ берет Вы че, суки Охуели Скидывает Вся, блядь Какую-то куртку Свитер Футболку Прикиньте Холод Зима И он А он весь синий, нахуй С ног до головы Забитый Они вроде дрогнули Такие Ёпты Ну, типа Там зверь, блядь Ну, потом Как снова Давай его пиздить И тут внезапно Станавливается Ментовская машина И оттуда Вылазят менты Я сначала думаю Ну, просто драку Увидели Оттуда вылазят менты И смотрю В машине сидит Терпила Ну, чувак У которого телефон Спиздил А телефон У Вовы Да, я забыл сказать Что не я шел Его, типа Там пробовал вытащить А он у Вовы был Вот И нас обыскивают И у Вовы Находят телефон И нас, короче Все Пакуют, блядь Все, поедете с нами Сначала нас отвезли На какой-то, блядь Этот Как его На какой-то, блядь Опознание Там Ну, буквально За час до этого Какой-то тёлке Спиздили сумку Ну, и типа Повезли нас Из серии Там Они, они, они Она нас не опознала Был бы пиздец Если бы она просто сказала Да, это они Ну, ее б менты подговорили Еще грабеж бы налепили И все И привезли в отдел Мы ночь в отделе Просидели С утра нас дергают Короче Ну, нас выводят К этому, блядь Причем мы все в хатах В разных И это Ну, не в обезьяннике Вот там есть такие хаты Для суточников, блядь Нас, ну, выдергивают вместе И это Как его Он Ну, его Короче, грузят То есть Его в кабинет Ментам У него же условка Еще Его в кабинет Копера Телефон у него нашли И заявление на него Написал тот чувак А этот чувак Меня знал То есть Ну, он такой Меня, как бы Это Ну, он подумал Что тот спиздил, блядь Ну, они же еще Помните, я рассказывал Ромсанули Тот, типа, с ножом Там вообще хотел И все Я просто сижу в этом В Ну, в коридоре Я понимаю Что я нахуй не нужен Я просто там тусуюсь Меня или как свидетель Или отправят Им выгоднее его загрузить А я прям сижу И понимаю А тот говорит Да это не я брал Он, ну, как бы Не говорит про меня Ну, даже если скажут Какая хуренция Улика у него У него краденная вещь А я сижу И у меня, блядь Вот это вот, знаете Прям Ну, какие-то муки совести Я думаю Бля, ну, спиздил-то я Ну, это, блядь Я прям, прикиньте Такой, прям, блядь Делаю жест Захожу, короче В кабинет к оперу И говорю Все, типа, это самое Ну, я сейчас расскажу правду Он ни при чем Телефон взял я Короче, гружусь Все, с меня снимают шнурки Блядь, всю хуйню Нас снова сажают в камеры Ему говорят Сейчас тебя отпустим, нахуй Все, типа, съебывай отсюда А на меня заводят дело По 158-й И мы пока сидим В разных камерах соседних Он мне, ну, типа, говорит Ну, слышно Говорит, бля, братан Спасибо огромное Я чуть не прослезился, реально Я говорю За что спасибо? Ну, то, что ты меня там Это Я говорю, братан Ну, что значит? Ну, это я взял Я же не могу смотреть Как тебя грузят Он такой Ну, ты сам знаешь, как бывает Сдают, не сдают Я говорю Ну, я знаю Ну, как бы Это не про меня И все Ну, я рассказывал, да Потом он поехал к моей маме Я ему говорю Доехай до моей мамы, блядь И это Скажи, что меня закрыли Так и так Попроси Ну, переночевать у меня дома И с утра поедешь там в Ярик А я рассказывал, что это гондон Ебаный, блядь Мало того, что я, в принципе Ну, как бы Фактически сделал так Что меня закрыли Хотя я мог просто умолчать Я даже мог его не сдавать А просто ничего не говорить И все А если бы он начал говорить Телефон Он мне просто сказал Не, не я Я хуй знает Я вообще про телефон ничего не знаю Его бы закрыли Мало того, что Ну, ладно Это все равно такая На моей Моя ответственность Так, блядь Я его еще сказал Чтобы это Говорю, пусть я маму там денег Да, скинь Там 300-400 рублей на автобус Это гондон напиздил, блядь Что я спиздил бабки, блядь У его сестры, блядь Что-то там 3 800 И вот нужно их отдать Прикиньте, блядь А у меня мама хули прохаванная Ебаня, с нарком живет Она ему сейчас ни хуя не дала, блядь Вот И пиздец, все Так фишка Понимаете, я говорил Когда мы дрались Мама звонила А мама звонила Чтобы сказать Приезжали менты С этим терпилой Домой Я сказал У вас нет Если бы, сука, не драка Я бы просто, блядь Выкинул этот телефон И все Они бы нас остановили У меня никакого телефона нет Мы ничего не брали Вот ты что, охуел Тот хуй сам пьяный Может, сам его проебал И все Прикиньте И все так совпало Что пиздец Вот С этой дракой ебаной, короче Ну, а я ответить не мог Маме, ну, что дрался Я же не могу Сейчас, пацаны, не пиздите меня Я сейчас это отвечу Ну и все Меня привезли на тюрьму Прикиньте Меня привозят на тюрьму И это У меня буквально второй день будет, блядь Звонит тёлка Я, ну, эти три недели С тёлкой там Особенно тусил Настя, блядь Который, помните, я рассказывал Приезжала ко мне четвёртым Привозила Греф Ну, мы еблись, блядь Вот эта вот история, да Про любовь двух наркоманов, блядь У меня тоже есть ролик И это И она мне говорит Блядь, ты меня подставай А я ей там обещал Что я с криминалом завяжу И я, говорит Переспала с Сашей, блядь На зло Саша, чувак, у которого она жила Как будто она, блядь, с ним не спала Ебаный, ну, такую, типа Больно мне решил сделать Но, честно, мне было похуй Мы с ней там не встречались Нихуя И меня больше волновало Что меня опять через три недели хлопнули Короче, сидел я на бутырке И, ну, я думал, что прошлый Предыдущий срок у меня был Перед этим три Потом следующий два с половиной Ну, я думал, сейчас точно года четыре Въебут, блядь Ну, пиздец Это пиздец, думаю Блядь, только освободился А, во-первых, статью Были же в 2002 В 2004 Вот эти поправки Когда смягчили кражу И она стала Вторая не от двух До шести Тяжкая А средней тяжести От нуля до Пяти Плюс там какое-то, блядь Есть какая-то статья Я уже забыл всю эту хую Хуль последний раз освобождался Пятнадцать лет назад Типа там Если ты признаешь вину Не отказываешься Там тебе не могут дать Больше двух третей Что-то такое, блядь Больше Или больше Ну, что-то такая хуйня какая-то Тридцатая Я забыл И я, короче, сидел У меня уже изменилось На бутырке дохуя Во-первых Не было осужденок Буквально там, да Я вот не был три года Там на тюрьме Два-три года И изменилось Не было осужденок То есть В той камере В какой-то сидишь Ну, там же тебя осудили Оттуда же тебя увезли Вот Плюс Сделали тебе дальники Если раньше был просто Дальняк, блядь Эта дырка И делали специально Ширмы Вешали Чтобы там не видно было Как ты срешь То здесь уже так Закрытые Там души не было Ну, все Там можно было закрыться Накипятить воды Поливаться И в хате было Ну, там условно Я не помню Сколько там шконок Двадцать четыре И там человек Пятнадцать То есть У каждого Своя шконка То есть Ну, нету такого Посменно спят То есть На самом деле Вот с двухтысячного года По Две Ну, там Там Две тысяч седьмом Уже, блядь Ну, как бы Бытовые условия Были лучше Я не помню Чего Я помню Что там у нас По-моему Сидел этот Чувак В хате Как-то его корил На каком-то Вечном кумаре Блядь Типа он за хатой Смотрел Но его не видно Он на каком-то кумаре Посто не лежал Я на самом деле Нихуя Там ничего не происходило Я просто тупо ждал Когда, блядь Это Суд Как Еще изменения Очень быстро судили Раньше До суда Даже я вот Сидел первый срок Когда, блядь Это был в 97-м Год 98-й Полтора года Ждал суда А сейчас Меня за месяц Судили То есть через месяц Я уже в зоне был И я это Как его У нас Суд Черемушкинский И самый Пиздатый судья был Блядь Я забыл То ли Не Фролов Короче Все хотели К нему попасть Ну, типа Знаете Есть там В каждом суде Там Когда ты сидишь Постоянно Есть там Типа Ну, не поверье Да, такая Статистика Некая Что, типа Есть вот Хуевый судья Еще какие-нибудь Истории Знаете Там придумывают У нее дочь Изнасиловали Она всех сажает Ну, хуйню Епта Вот И есть Самый такой Лояльный И вот Я, прикиньте Попал к лояльному Прикиньте Я думал Мне трешку Минимум дадут А мне он Насчитал Я был на суде Прихал на суд Причем на суд Приехали, блядь Там Пара пацанов Знакомых И вот этот Вот мой подельник Все, жди Новый год Тебе посылки Мы соберем Передачу Охуеешь Ну, естественно Хуй, блядь Наворотник Только мог подсобрать Правда, нихуя Он не подсобрал, бля Но фишка в том, что Я сижу на суде Запросили Не помню, сколько он выходит Такой И раз что-то посчитал Вот Меньшего я тебе Больше не могу дать Ниже не могу Год и месяц, говорит Устроит Строгого Год и месяц строгого Меньше, говорит Я тебе просто тупо Не могу дать У тебя рецидив, блядь Бла-бла-бла А я, блядь Прикиньте Я ехал Думал Три минимум Год и месяц Я уже месяц сижу Ну, не месяц Там, три недели Я говорю Да, ёбаный ворот Конечно Ёб-то Вы чё, бля Я радостный Пиздец Ну, всё Год и месяц Я думаю Заебесь Прикиньте, блядь Да чё Это сейчас Кажется смешно, да Давайте сейчас Кого-нибудь из вас На год и месяц Закроют Вы охуеете А тогда, бля Я рад, думаю Пиздец, бля Ну, и всё Чё, привезли в хату Год и месяц И буквально через пару недель Увезли в зону Вот Ну, то, что Как я приехал Куда В Маршанский Я сидел на строком Я расскажу уже В следующем ролике Такие-то На самом деле В лагере тоже, да Мы торчали Хоть красный отряд был И, блядь И нас ловили Блатные пизды Ну, как-то Полищей не давали За нелегалку, блядь Вот И за хоз у нас, блядь Не с завхозом У меня рамс был, бля Вот Короче, такие дела В общем Бали-багус, пацаны Благодарю ребят Которые подписаны На бусте Которые помогают Копеечки На стримах Спасибо огромное Каждому, кто смотрел Этот ролик Я желаю Всего самого лучшего Здоровья Счастья личной жизни Бабла Берегите себя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому